Друзья, всем привет! Здрасте! Федорович, поздоровайся! Смотрите, ребят, наконец-то мы поехали на открытие охоты на селезня, на чучела. Все, что будет интересно, вам буду показывать. Лебеди вон, ага, сидят. Это же молосяка, козла и осла. Да? А осла где возьмем? Ну-ка, расскажи! Шутит товарищ, шутит. Сейчас встретимся с одним товарищем. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово! 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 Ребята, смотрите, какие две тарелочки и корки. Карася и окуня. Это идет подготовка. Саныч у нас что тут делает? А, он дровишки поставит. Костерок уже пошел, будет уха. А вот рыбка почищенная. Перед открытием охоты. Ай, красота какая! Вать, скажи пару слов для интереса. К Петровичу, ты, ты. Ну. Ну. Да, да, да. Ты что, картошечку сел чистить? Отлично. Я ему это отправлю, вырежу. В том году не приехал, да? Только осенью приезжает. Ну-ка, Ваня, давай, открывай. Чего у нас тут готовится? О, ушица. Но еще не кипит. Ну, закипит, закипит. Ай да, ушица и чайничек. Все как надо. Красота. Самое главное, кастрища подготовили. Правильно, Федорович, кастрища. Кастрища. Кастрища не было. А кастрища весной это основное. Устал, сразу же, видишь, уступал. Точно, точно. Всегда свадим, вот где бываем, всегда прокопаем. Да так и надо, это весной. Ух ты, солнышко. Пожара не было. Пойдем, посмотрим, что у нас тут. Сколько пожар делал, что у нас делал. Это самое плохое. Пожар это вообще. А есть же такие безобразные охотники, которые вообще не следят за этим. Мы на стане, на охоту на утку, на селезня, на добывальничек, полотенчиков, все как надо. Ветер, ребят, посмотрим, что завтра будет. Ой-ой-ой-ой, что творится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мужики, а что наливаете? Баландец. Баландец? По-моему, это тройная уха. Что у нас здесь? Карась. Ой, развалилась аж на рыбку. Икра, икра, икра. Все, хорош. Ага, горячая, давай. Ну? Голодный не останусь. С открытием охоты? Завтра будет. Завтра, завтра, завтра. Давайте. Сухой. Ни пуха, ни пера всем. Всем ни пуха, ни пера. О, погнали. Погнали, руки, Петрова. Давай. Тихо-ти, шумейте, мы процесс снимаем. Смотри, на солнышке. Юриш, в манке жарим? Да. В манке. В манке. Самая вкусная рыба. Это в манке. Это не в муке. Мука дает. Она сухо сдает. Нет, она сухо сдает. Ну, она понеробку дает. А это дает. Я просто объясняю. Это дает сок внутри. А потому что она берет это больше. А внутри она дает сок. Покажи кусочек. Поближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потому что мы ее давно почистили. Ой, красота какая. Вадь, ты чистил, да? Вот эту чистую окунь, я сниму вот сам. Ребята, смотрите, какая это корочка. Лук закидываем сейчас, да, на второй раз перевернули. Ничего не пригорело. Тихо-тихо-тихо, не надо так. Не надо, ребят. А-ха-ха-ха-ха. Давайте, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. ёшеньки, какая корочка, ребята, скворчит все. Соль давай. Какая корочка. Оператор, давай соль. Оператор только снимает, ты помогаешь. Я и подальше, и поближе. И повыше, и пониже, я так и понял. Да. Помашируйся, молодец. Да, вторую сторону подсолить с луком. Все, это будет бомба. Вон, вода видна, разливы. Таня, лови, разлетай. Не знаю, утром будет мороз, но если что, то вечером обязательно пойдем на вечерку, ребят. Ребят, смотрите, какая красота варится уже после зорьки. Сейчас мы вот эту пенку сымем, и утятина будет. Это вот утренние. Други мои, смотрите, что тут у меня подходит уже. Святое блюдо, святое на открытии охоты. Это шулюм. Ну что, мои дорогие друзья, приехал я на вечерку. Лодку качаю, вон, ружье в чехле. Все как положено. Приехал на вечерку. Утрянку снимать нечего было. Минус семь мороз был. Все замерзло. Были возле стана. Сейчас паренька по-другому. Мы уехали с другом на квадрике. Сейчас покажу вам место. Вот где-то здесь я сяду на балокинке. Вот на этой связи. Подъехали сюда, столько утья было. Это вообще капец. Саксонов много было. Товарищ станет. Вон, Азерина далеко, тоже побольше. Там будет. И дядька еще за ним товарищем, чуть подальше. Думаю, будет утка летать. Такая красота. Расставлюсь, заплыву. Все вам покажу, ребят. Думаю, вечерка будет вот такая. Пальцы вверх пробивайте. Трофеи уже есть, уже с полем. Сделаю, наверное, одним роликом все, потому что хотел отдельно. Но нечего было снимать, ребят. Даже показать нечего. Было особо. И мороз был страшный. Страшный мороз был. Все замерзло. Даже в умывальнике вода замерзла. И чайник стоял возле теплого костровища. Тоже подернулся льдом. Так что вот так, друзья. Поехали на вечерку. Забрался тут в болото. Сейчас пару саксонов налетело, ребят. Стрелил. Ой, еще даже не замаскировался толком. Пару, как кажется, где-то крякает. Пару раз крякнул. Выкинул чечела, не знаю, через короток, видать, нет. Блин, смазал. Так вот налетел, неудобно. Только хотел перекусить. Сырок взял с собой с хлебушком. Вот он, ребята. Не заснял выстрел. Выстрел был красивый. Наманил. Маночек рабочий. Маночек рабочий. Наманил селезня. Сел прямо вот у меня лодка. Не знаю, видите, нет, лежит. Стрельнул. Камеру не включил. А он залетел, как будто я по нему не попал. Понимаете, в чем дело? Ну, я не могу, я не удостовериться. Вот, от скоротка буквально 100 метров. Чуть побольше. Ну, не могу. А он уточка идет сюда. Ну, не мог я промазать, ребят. Сидячего. Я его наманил. Он сел к чучелам. Вот он лежит, смотрите. Я даже фотографии сделаю. Ой, а я без болотников. Как бы лодку сюда тащить не пришлось. Я сегодня без болотников. Смотрите, красавец лежит. Дойти бы по кочкам, бы хоть бы воды не начерпать, плеха-муха. Ох, 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 ох. Как дойти-то? Ладно, сейчас заберу. Как бы нам дойти-то сюда. Смотрите, какой красавец. Я видел, что он полетел так живо. А и резко упал. Я понимаю, что я не мог промазать. Вообще не мог. Вот сюда он садился. Ах ты. Мой красавец с завитушечками. Смотрите, ребят. Лежит как. Вот как бы садился на посадку. Смотрите. Вот он мой. Криковой, смотрите. У-у-у, какой. Аки-гусь. Ха-ха-ха. Сейчас друзья мне скажут. Вот это криковой, да криковой. Ой, выбраться бы не набрать. В чуне. Болотники не взял, потому что на лодке сразу с берега и на болото. Ну вот смотрите, еду. Видите? В чуне. Тут тоже место хорошенькое. Ну как я его наманил. Какой криковой. У-у-у, боженька. С полем. Спасибо. Спасибо за трофей. А все. Ребят, как я и говорил, кроме другого трофея ничего и не надо. Достаточно. Шилохусть уже в активе. И вот такой вот красавчик. Все, ребят, продолжаем вечернюю зарю. Други мои. Ролик, наверное, будет длинный. Но все же маленько переплыл я. Фух, по болоту. Перетащил лодку на другую частинку. И вот одно чучело вот сюда небольшой плесик. И тут вот смотрите плесы-плесы вот так вот. Просто шилохусть поставлю. Криковую снял. Ай, птичка какая, чибис. На это. И вот в ригелек прям сяду сейчас. Массеть, может, натяну. в ригелечек. Потому что шилохусть отсюда десятка три взлетела. Я уже не показывал, когда вот снимал. Сходил, снялся с того места. Ну, там вообще ничего не было. Даже показать нечего. Сюда может шилохусть придет. Надо было еще селезни поставить. Он у меня в мешке. А ладно. Сейчас в ригелечек вот здесь сяду. И хорошо будет. И... О, черки летят. Место прям как для меня. Вот так это. Массетью накроюсь. И все. Вот так вот. Ну, ребят, какие сплавни забрался. Лодку накрыл. Сам в ригелек сел. Сейчас тут еще маленько. Не до хорошего. Я в масхалате хорошем. В костюме. Фух. Ну, охота весенняя нынче, конечно, удалая. Река разлилась так, что все везде разливы утки. Утки много раздолья. Вообще, дала жару. И дай бог, рыба будет и весной, и осенью будет утка. Все озера, которые за три года высохли, они будут. Накрыл лодку масс-сетью. Вот так посидим. Еще вечерочку маленько здесь. Сейчас еще четыре шилохусти находило, но я тут пока маскировался. Они меня видели. Ох. Да, весна. Наток я на свой, который вы привыкли видеть, не проехал. И вы видите, кто меня смотрит постоянно, что я не на своих охотничьих местах. Далеко не на своих, потому что мы туда не проехали, деток мой. Два селезня низом-низом идут. Ребят, не знаю, вам их не видать. Мне и самому уже сейчас. Над лесом они там идут. Смотри-ка. Круг сделали. Не стал в лед бить. Зашли метров на 35. И ушли. Айда, маночек. Творит чудеса. Блин, не знаю даже, как камера у меня. Ну, пойди, что-то видно. Что-то видно. Ох ты, широконос зашел на меня в лоб прям. Ух, как я его... Ой, широконос, шилохусть. Это был шилохусть, ребята. Садиться хотел к шилке. Смотрите. Я в него, похоже, попал. Вот он. Это что, мне опять его идти забирать, что ли? Или он сел спокойно? Там еще одна зерина есть. Амурина такая. Я даже не знаю, ребят. Сейчас, ребят, налетела стайка. Буквально штуки 4. Как всегда, камера выключена, потому что батарейку с собой вторую не взял. На стане она, стараясь экономить, чтобы что-то снять. Ну, да ладно. Выбил черка, свистунки. Потом поплывем, посмотрим. Он перелетал, перелетал. Я выплывать и тут утки налетают не стал. Я видел, где он вроде как засел, больше перестал. Только вот так свистнул. И просто разными манками играю. И вот с виязью, хотя с виязью ни одного и нынче еще не видел весной. А это вот свистнул. И свистунки, откуда ни возьмись, бац! Мои любимые черки! Скажет Николаевич. Мой хороший человек. Саня, почему ты его не добыл? Попал я в селезни. Причем было, по-моему, как мне показалось, одна самка была, а остальные селезни были. Потому что четко видел. Я сижу, у меня солнце сзади. Это хорошо. Ой, чибисы где-то пищат рядом, прям везде. И упал он. Я его вижу, беленькая вот грудка. Ой, беленькая, я говорю, шейка. По-моему, он как перепрыгивал, по-моему, там. Ну, попробуем, посмотрим его, посмотрим. Будет, нет? А больше ничего не было. Вот шилохвосты еще стороной прошли. А эти садиться хотели, ну, я не стал уже в сидячих. Я уже в ванне так набреющим вниз, как садятся. Ребят, такая красота, вы не поверите. Это весна, это... А я истратил-то всего патронов-то, честно сказать, наверное, штуки. Четыре? Че я, двух ворон сбил, не показал вам, пока сидел на том месте. Вот крикового вот сейчас стрельнул и утром. Да нет, наверное, патронов пять. Весна, как я говорю, дело двух-трех выстрелов, плюс-минус все это утрировано, и не больше. Я уже доволен, друзья мои хорошие, доволен. А еще охота впереди будет. Посмотрим, поохотимся, побываем. Мне вот просто это весело, это просто песня. Просто здесь посидеть, это песня. Лягушки вокруг кряк, квакают. Моночек работает на ура. Сижу, хочу просто, чтобы вы послушали красоту вечера. Солнышко уже вот скоро садится будет. Да, криковой этот меня удивил, я по нему стрелил, сидячего, наманил. Он сел прям и взлетел, и полетел. Низко полетел, я не мог промазать, думаю, да господи. Смотрю, вроде как, садится. Все, садится. Думаю, пойду проверю сразу. Выплыл с болота, пошел пешком на соседнее, метров сто, с лишним метров сто двадцать, сто тридцать он пролетел, ребят. Готовый. Смотрю, вот он лежит, вы видели уже. Да не могу, просто прям, ну как так, стрелял, 15-20 метров я устрелял, сидячего. Это капец. А все, больше пока никто не летает, и вокруг даже товарищи не стреляют. Они до этого постреливали, а сейчас что-то не стреляют, не знаю, что добудут, нет. Ну что, мои дорогие друзья, наверное, будем заканчивать эту вечерку. Сейчас товарищ подъедет, нам еще два ручья переехать надо будет. Ну, квадроцикли. поедем. Солнце хотя еще не садится, но еще можно посидеть. Уточка больше не летала, вообще не ходит, просто вообще нигде, ни в округе даже не стреляет. И напоследок фото с трофеем вечерней зари. Все, ребят, давайте. Пока-пока. Палец вверх, поддержите канал. Я такой охотник, я не стреляю много. Да что говорить, все вы меня знаете. Я добыл, я доволен. Все, мне больше ничего не надо. Весна это не про дичь. Это вот про душевность, про духовность. Повстречаться, побывать, у весеннего костра побывать, на болотине. но я не хочу говорить про людей, которые закрывают по три путевки, по сорок, по пятьдесят уток. Нет, это весна не про это. Добыть для себя и все. У нас еще будет охота. Я думаю, будет и хорошая. А на этом за сим откланяюсь. До новых встреч, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова